Друзья, всем привет! Вы на моем YouTube-канале. Меня зовут Алена. Я практикующий медицинский психолог, нутрициолог. И сегодня мы с вами говорим про половое воздержание и психика. Очень часто есть вопрос, а если я не буду заниматься сексом, будет ли мне плохо, будет ли мне хорошо, а будет ли мне, будет ли мне, будет ли мне, будет ли мне. Так вот, в этом видеоролике я отвечу, что будет вам, если вы не будете заниматься сексом. Поэтому поговорим действительно в моем подкасте. Секс и его влияние на организм. Все знают о том, что расширяются сосуды, улучшается обмен веществ, улучшается в принципе состояние физическое, психическое, профилактика идет, депрессии. Но при этом в истории есть примеры, когда воздержание приводило к алкоголизму, депрессивным расстройствам, вплоть до суицида. Поэтому, когда мы с тобой говорим, в принципе, в долгосрочной перспективе, половое воздержание плохо, хорошо, ты сейчас сам сделаешь выводы. Потребности тела и их удовлетворение. Древние инстинкты, заложенные природой, они очень могучи. Некоторые из них направлены на выживание, другие на выживание вида. И разница между ними в том, что во многих случаях люди, которые в принципе, в принципе, по-разному, по-разному жили, многие ничего не достигали. Почему? Есть вещи, связанные с постоянным стрессом, неправильным питанием, злоупотреблением алкоголем, лишним весом, табаком, наркоманией. И когда мы с тобой говорим о повреждении психики, да, действительно, у многих она есть. Депрессия, истерия, парафилия. И очень многие мужчины и женщины уверены, если они будут регулярно жить половой жизнью, да, у них может как минимум испортиться характер. И вот мне это тоже часто, часто, часто пишут. В качестве худших вариантов предполагается какая-то депрессия, неврозы, истерия у женщин и какие-то другие вещи. Но могу сказать, что если вы действительно работаете со своим телом, да, физически активны, то вот эта история очень-очень под вопросом. Половое воздержание на что может влиять? Оно может влиять на настроение, на иммунную систему. Если заглянуть в историю, то, конечно, это все вещи, влияющие на твое состояние. И самоудовлетворение может стать хорошим, подходящим, запасным выходом для накопившейся энергии. И если ты этим будешь часто пользоваться, может возникнуть шизофрения. Это правда. Но некоторые нежелательные последствия все-таки возможны. Если кто-то предается мастурбации, чрезмерным фантазиям, это та история, которая заводит в никуда. И половое воздержание, оно нужно ли? Да, спортсменам нужно. Отказаться от употребления еды смертельно в какой-то степени в долгосрочной перспективе. Да, от воды отказаться смертельно? Но у людей это то, что в принципе в долгосрочной перспективе решает. Но у людей все по-разному в зависимости от общественного уклада. Иное дело, так называемые какие-то цивилизационные стандарты, которые работают не у всех. Если у вас, например, есть инфекции, малоподвижный образ жизни, постоянный стресс, неправильное питание, лишний вес, табак, наркомания. Все это влияет в принципе на вас в долгосрочной перспективе. И конечно воздержание влияет в принципе на когнитивное здоровье. То есть мужчины, которые в принципе не занимаются сексом годами, они не тупеют. Но у них начинаются такие вопросы, связанные с депрессивным больше состоянием. Плюс могу сказать, что могут возникнуть психологические последствия в качестве накопления стресса. И да, все это связано с тем, что нужно расслабляться. У женщин часто выявляются патологии гинекологической сферы. Эти патологии часто возникают с поражением разных внутренних органов. И нельзя сказать, что действительно это супер важная вещь. Но регулярная половая жизнь необходима для обоих партнеров. Причем она полезна не только для зачатия. Регулярность половых близостей обеспечивает полноценное здоровье и функционирование половых систем супругов. То есть вот эта вещь. Но если вы воздерживаетесь по религиозной истории, по какой-то другой. Возможно вы спортсмен-паранойя, который из-за своих тренировок не живет полноценной жизнью. То да, это может влиять еще раз на физическое здоровье. Могут возникнуть и другие вещи, связанные с психоэмоциональным состоянием. Постоянная повышенная тревога и так далее. Пишите вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!